Беларусь обеспокоена ухудшением ситуации в Украине. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Президент Беларуси тепло встретил главу российского МИДа в каминном зале Дворца независимости. Во время общения шла речь о сложной ситуации на границах союзного государства и о том, что в это непростое время двум братским странам и стратегическим союзникам Беларуси и России нужно работать сообща. Что касается двусторонних белорусско-российских отношений, то Александр Лукашенко подчеркнул, здесь настораживающих проблем нет. Союзное государство не утратило своей актуальности, сохраняется высокая степень интеграции двух стран. Беларусь и Россия выступают с единых позиций не только в экономических отношениях, но и по вопросам внешней политики. Впервые ловлю себе на мысли, что мы начинаем Новый год, в принципе, без проблем наших отношений, даже мелких. Мы договорились по всем вопросам. Я всегда отмечал, что если бы так все министерства, ведомства работали с нашей и с вашей стороны, как министерство иностранных дел и обороны, у нас вообще бы не было никаких проблем. Что касается ситуации вокруг Беларуси, то должен сказать, что в последнее время ситуация вокруг наших границ нас настораживает, вокруг границ союзного государства. Мы не можем согласиться с той активностью, которая сегодня предпринимается со стороны западных государств на западных границах нашего союзного государства. Мы не можем согласиться с той тенденцией ухудшения ситуации в Украине, не только в Донецком регионе, но и в целом в Украине. Мы очень надеялись, что после выборов ситуация будет развиваться в лучшем направлении, в направлении стабильности. Но, к сожалению, мы этого не видим. Естественно, это все давление на Беларусь, я еще раз подчеркиваю, которое далеко не безразлично для Российской Федерации. Естественно, это давление и на Российскую Федерацию, у которой и так проблем достаточно. И я хотел бы, чтобы мы пришли к какому-то единому мнению и, может быть, даже единой позиции, чтобы мы вместе могли четко действовать в одном ключе. Мы разделяем ваши оценки происходящего на Украине. Мы бы очень хотели, чтобы после выборов возобновился уже на новых основах прямой диалог, которому был дан старт здесь, в Минске. И Минские договоренности сейчас, наверное, единственное, что поддерживается всеми без исключения. И самими украинскими сторонами, и Россией, и Белоруссией, естественно, и Евросоюзом, и Соединенными Штатами. Поэтому наша главная задача – создать условия для того, чтобы Минский процесс возобновился. Это единственный формат, где стороны конфликта сидят друг с другом за столом переговоров. Есть основа в виде Минского протокола и Минского меморандума. И мы за то, чтобы каждый пункт этих документов выполнялся неукоснительно.